Значит так, у кисточек, раз уж такой вопрос у нас появился на повестке дня, у кисточек обычно колпачки, когда мы покупаем в художественном магазине, присутствуют. Так вот, эти колпачки хорошо бы оставлять. Почему? Они защищают кисточку. Когда вы носите кисточку в обычном пенале, вот не такой пенал, допустим, вот Лен, можешь немножечко аккуратненько сдвинуться, да, не такой пенал, а пенал круглый, как вот шуруп. Ну, как у меня, вон еще, вот бочка там валяется. Трубка, да, то кисточка, вот так, поскольку она влажная, неважно в воде она, или там у альспирид, или даже в масле вы просто оставляете, она так бах, и все. И в итоге она застывает, вот таким вот гусем потом исправлять очень неудобно. Ну, то есть если в пенале, то не обязательно чехол такой должен быть? Ну, было бы хорошо, потому что кисточки тоже где-то вылетают. Ну, потом, смотри, я не смогла ее отмыть до конца. Она у меня такой голубой останется, это не криминал, я думала, что она была грязная, но она просто не отмывается. Нет, это не криминал, она просто вот, ну, как бы оттенок, вы понимаете, поскольку она светлая, это съедается. Я понимаю. И если у тебя не пачкает, это не криминал. Ну, то есть вот это я вообще говорили, писала. Я попробовала. Вот она у меня, видишь, ты вторую купила, вот белую, она чистая, вот та вот, которая тогда работала, она синяя. Синяя краска въедается. Все, я поняла. Дальше, чтобы колпачок не терялся, постепенно привыкаем делать такую вещь. Сняли колпачок и вот так вот сделали. А, все, как в ручке. Как в ручке. Просто, чтобы он не потерялся, даже если вы где-то забудете, чтобы он всегда был на кисточке при вас и не валялся вот здесь, поскольку он светлый, они не взорвать. Продолжение следует...